Кстати, хорошим примером совместного с детьми отдыха стал День города, который прошел в Красноярске накануне. Это был 384-й день рождения. Моя коллега Наталья Данилина не только побывала на празднике, но и отследила, как красноярцы готовились к нему. Полдень на улице Робеспьера, нет свободных мест, но не автомобили заняли проезжую часть. На старте карнавальное шествие. Океан Дружбы, река времени, город радости – это тема нынешнего праздника. Под музыку одна за другой следуют колонны. Расскажите, какое у вас настроение? Отличное. Почему? Ну, потому что это драйв, веселье вообще. Первый раз участвую в этом, но прям больше нравится. Конечно, нравится. Это супер. Отличный драйв. Карнавальная колонна – это 2500 человек. Минусинск, Австралия, Каннск, Вьетнам, Ачинск, Япония. Здесь, как никогда, видна дружба народа. Такого еще никогда не было. Вместе с сибиряками шагают иностранцы. Это участники третьего Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но чтобы пройтись полтора часа дружной колонной по центру Красноярска, готовились с января месяца. Участников репетиции заняли массу времени. Привыкнуть к костюмам, отработать шаг и, самое главное, подарить праздник себе и зрителям. Задача не из самых простых. Ну, жарко немного, а так все хорошо. В принципе, надеюсь на хорошую погоду. Но не плюс 30. Если честно, увидела я это минут 15 назад. Вот, приятно удивлена. В общем-то, чувствую себя звездой. Если организации костюмы заказывали централизованно, то отдельным участникам пришлось самим день и ночь мастерить наряды. Медведи, зайцы, принцессы, дюймовочки, цветы и даже Вавилонская башня. Наталья Лаврентьева уже несколько лет живет в Таиланде. В Красноярск приезжает специально на День города. С 2003 года она участница карнавала. Несколько раз становилась королевой. Любовь к празднику, говорит, появилась с тех пор, как побывала в Бразилии на карнавале. Тогда и решила, у нас костюмы должны быть еще лучше. Ведь это возможность разделить внутреннюю радость со всеми. Это весело, во-первых. Это интересно. Это что-то новое. Это не каждый день, когда выходишь на улицу, ты не увидишь каждый день эти карнавальные костюмы, колонны, пляски, песни. Здесь узнаешь и культуру. И причем мне очень нравится то, что когда люди готовятся к карнавалу, они начинают делать свои костюмы. Они начинают поднимать в интернете кучу историй о том, что они хотят сделать. Позади остается проспект Мира. Дальше поворот на улицу Перенсона и театральная площадь. Заканчивается карнавал, открываются концертные площадки. Набережная Енисея превратилась в спортивную площадку. Отборочный тур по футбольному фристайлу собрал сотни зрителей. Удивительное владение мечом словно заворожило зрителей. Тем временем ведущие «Радиомаяк» и «Радио России» приготовились развлекать публику. Действительно, книжная полка по понедельникам у нас выходит. Давайте поаплодируем. Радиоведущие сценарий продумывали тщательно и долго решали, чем бы таким удивить зрителей. На День города мы немножечко приоткрываем, что называется, завесу тайны того грандиозного концерта. Будет несколько концертных коллективов из разных городов-краев. Студентов порадовала площадка дизайна. Ветераны заслушивались новыми стихами и песнями о Красноярске. Национальные объединения представили свои подворья. На проспекте мира расположились мастера и ремесленники. Впервые праздник День города раздвинул свои территориальные границы. Организаторы решили выйти за пределы центра Красноярска. В этом году мы сознательно переходим на правый берег. Будет точка возле торгового центра Красноярья. Будет работать цирковая площадка, потому что пятый международный фестиваль детских и юношеских цирковых коллективов тоже приезжает в Красноярск. От праздновать День рождения Красноярска пришли тысячи человек. Завершением праздника стал фейерверк. С трех точек разноцветные огни освещали темное небо, будто напоминая сибирикам, что все самое лучшее еще впереди. Наталья Данилина, Эдуард Ляйс, Вести Красноярск, События недели. Свои вопросы сейчас я хочу задать заместителю губернатора Красноярского края, заместителю председателя правительства Красноярского края Ольге Карловой. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. 384 года Красноярску мы отметили в этом году. Работа к празднованию Дня города была очень масштабной. Но, Ольга Анатольевна, скажите, на ваш взгляд, это оправдано? Зачем, в принципе, нужен такой праздник красноярцам? Ну, вы знаете, зачем вообще нужны нам дни рождения? Для того, чтобы вынырнуть из повседневности, из текучки Будин. Для того, чтобы глядеться в самое хорошее, что есть в нас и вокруг нас. Для того, чтобы сказать спасибо тем людям, которые на самом деле делают и эту красоту, и этот праздник. И вообще сам наш город делают лучше и совершеннее год от года. Словом, я думаю, чтобы влюбляться каждый год в свой город. И главное, мечтать. Потому что именно из мечты и происходит будущее и городов, и людей. День города давно стал традицией. Но изначально откуда она идет? Каковы истоки зарождения праздника? В Красноярске первые большие торжества были в год 350-летия. Это был 1978 год. И тогда открывались площади новые. Открывался театр оперы и балета. И мне тогда, честно говоря, посчастливилось. И ты мне молодежи Красноярского окрая выступать на большом торжественном собрании. И должна сказать, что это выступление определенную роль в моей жизни тоже сыграло. Обещание пришлось выполнять. Вообще, ежегодно решение о том, что ежегодно будет праздноваться этот праздник, было в 89-м году принято. Внесено в устав города Красноярска. А вот солнышко, которое мы привыкли видеть, оно возникло, когда мы с Алексеем Михайловичем Клешко провели уже в год 370-летия Красноярска большой конкурс. И тогда одна из фирм «Арстиль» выиграла это солнышко, придумав. И теперь это солнышко уже довольно длительное время освещает нам День города. Ольга Анатольевна, а как вы и ваши близкие обычно проводите День города? И что самое интересное, на ваш взгляд, организовано в этом году? Ну, я обычно бываю в самой гуще. А вот мои близкие тоже очень интересно устроили, поскольку внук у меня маленький. И живем, мы продолжаем жить вот так же, как жили наши родители на проспекте Мира. Хорошо очень просматривается улица, где проходят фестивали, парады, карнавалы. То не устраиваются, как правило, со всякими вкусностями на подоконнике. И мне кажется, что это самая замечательная трибуна. Они активно участвуют, кричат, фотографируют все это. Поэтому я думаю, что, конечно, всем в этот день достаточно весело. В этом году, так же, как это было в 92-м и в 95-м, в третий раз наш город получает подарок. В виде получил подарок вот в эти дни, но еще не завершился фестиваль. Он завершится 3-го июля. Фестиваль, который сегодня собирает не только музыкальную элиту и фольклорные коллективы стран Азиатско-Тихоокеатского региона, но в этом году он еще и театральный, в этом году он еще и художественный, прекрасная художественная выставка изобразительного искусства. И мне кажется, это прекрасный подарок, потому что праздник – это когда приходят гости, особенно желанные гости. А красноярцы любят культуру, красноярцы очень любопытные. И вот залы, которые переполнены были в течение всех этих дней и на День города, показывают о том, что праздник удался. Спасибо, Ольга Анатольевна.